Дорогие друзья, с вами снова Елена и наши гороскопы. Я заканчиваю цикл гороскопов про рыб. И соответственно эта серия будет называться «Совместимость знака рыб с другими знаками зодиака». Я проделала некоторую предварительную работу и хочу вас нацелить на то, что многие не знают, где поискать про себя гороскопы. Я сделала серию плейлистов. Теперь у каждого знака зодиака своя папка, войдя в которую вы найдете все, что я рассказывала про ваш знак на всей сфере жизни, и по бизнесу, и по партнерам, и по любви, и по психологическому портрету. Так что там полный комплекс, теперь в каждой папочке для каждого знака зодиака приготовлен. Как в папочке попасть? Легко и просто. Прописываем «Маэстро-мажор» главные, и вы прямо сразу увидите в самом начале страницы в папке гороскопов. Так что, дорогие мои друзья, это удобство, я думаю, сократить время поиска нужной информации. Поэтому милости прошу на главную «Маэстро-мажора». Мы начинаем рассказ о совместимости со знака овна, поэтому, дорогие мои рыбы и овны, кто объединился под одной крышей, кто испытывает трудности или наслаждается друг другом общением, давайте-ка попробуем разобраться в ваших отношениях. Овен и рыбы, дорогие мои друзья, они очень часто с друг другом встречаются, очень часто проникаются друг к другу нежными чувствами. То есть, любовные приключения и интрижки между овном и рыбами явление достаточно часто. Но может ли это все закончиться серьезным совместным брачным союзом, вопрос остается открытым. Дело в том, что люди, объединившиеся в одну пару, по большому счету, конечно, друг другом восхищены до невозможности. И все это связано с тем, что соединяются две планеты, которые дают вот это сочетание всеобщего, так сказать, вдохновения и удовольствия друг от друга. Вопрос только в том, что судьба этих пар делится строго на две группы. Одна из них превращается в горячо влюбленных друг в друга людей, которые идеализируют друг друга, восхищаются, не замечают недостатков. И как бы стремятся сохранить свои отношения во что бы то ни стало. Вторые же повергаются в ложь бесконечную, выяснение отношений и прочее. Чем это связано? Прежде всего, с внутренним содержанием каждого из представителей этого знака. Принадлежность к какому-то знаку еще не обещает, что внутри вас есть организация, желание слушать своего партнера, прислушиваться к его словам. Соответственно, чем более нацелен на себя представитель знака, тем меньше он склонен слушать своего соседа, партнера, любовника, назовите это как хотите. Поэтому из этого и исход этой пары. Но третьего у них не дано. Они либо влюблены и не видят недостатка друг друга, всячески поддерживают этот миф о своем партнере, то есть даже не хотят снимать розовые очки и думают, что в принципе он таков, каким они его себе нарисовали. В принципе, это неплохой залог для сохранения этих отношений. Ну а второе, в год друг друга бесконечно строят кузни, и эти брачные союзы или любовные связи заканчиваются достаточно печально и достаточно быстро. Попробуем разобраться. Для того, чтобы разобраться глубже в этих отношениях, надо всегда вспоминать, в какой сектор гороскопа рыб попадает овен. Прежде всего, это сектор денег, это сектор материальных ценностей. Поэтому здесь уже как бы специфика взаимоотношений лежит на поверхности. И еще надо разобраться опять же с тем, что является тоже очень важным моментом. И астрологи прекрасно понимают, когда слушают, какие стихии объединяются в одну пару. Ну вот овен это у нас стихия огня, а рыба у нас стихия воды. Можете себе представить, какая среда получается от взаимодействия этих двух людей. Если они сгармонизированы более-менее, воспитаны внутри и стараются прислушаться друг к другу, вы получите теплую ванну, теплую воду, в которой в принципе комфортно всем. Но если там много огонька, много напора, много агрессии и отсутствия контроля, соответственно среда закипит, плавно перейдет в пар, то есть вода начнет исчезать. Иными словами, овен со своей агрессией, своим напором и прочим начнет давить на рыб. Рыбы рано или поздно во спасении, так сказать, собственной сущности и собственной жизни отовна откажутся, даже если будут его сильно любить. Поэтому, дорогие мои друзья, конфликты между противооборствующими стихиями неизбежны. И вот когда мы рассматриваем этот союз, то по большому счету совершенно очевидно, что он относится, добрые люди сказали, что в категории нейтральных, но в умелых руках хамов превращается в очень тяжелые, мрачные взаимоотношения. Поэтому, дорогие мои друзья, нейтральный это все-таки есть за что-то побороться. И вполне возможно, вам природа уже сделала кое-какие-то шансы для спасения вашего союза. Если вы чувствуете, что у вас есть силы приходить к компромиссу, это самый наилучший вариант. И я вам советую продолжить это движение, потому что, так или иначе, даже самые чудовищные союзы можно исправить, если люди этого захотят. Поэтому в данном случае помните. А что касается денег? Ну, соответственно, вопрос денег в этой семье будет обсуждаться достаточно часто. Коль сектор это задействован, то это совершенно очевидно. И все, что связано в этой семье, так или иначе, будет крутиться вокруг денег. Иными словами, рыба и овен могут либо приумножить свое богатство, либо растрыгать его в полной мере. Помните два пути, по которым, собственно говоря, может идти эта пара. В идеале они могут неплохо зарабатывать, и это даст им возможность увидеть свет, посмотреть много чего-то нового и прочее. Но, как вы понимаете, деньги есть деньги, они открывают многие двери. Либо это может быть, собственно говоря, полная трата дудыр в кармане. Предречь вам лично исход этих событий я не могу. Но вы должны понимать, что если в вашей семье вопрос денег постоянно стоит острый, и деньги, едва появившись, исчезают, это значит, вы развиваетесь по самому худшему варианту, который только возможен. Что можно сделать в данном вашем случае? Остановить поток денег, которому предрасположено соединение Марса и Нептуна, которые, собственно говоря, у вас есть, и отсутствие организованности у вас у обоих, можно единственным способом. Если вы уже эту наблюдаете картину, значит, треть ваших накоплений должна идти в кубышку, которая никогда не открывается. Это кубышка для очень темного дня или для, например, когда необходимо серьезное лечение, оперативное вмешательство и так далее. То есть неприкосновенная сумма. По-другому вы этот поток растрат остановить не сможете. Бюджетное планирование, которое придется завести, хочется вам этого или нет. Поэтому, что так или иначе, если вы уже вдвинулись по этому пути, само не рассосется. Если у вас, собственно говоря, достаток позволяет, и вы пошли по другому пути, что у вас, собственно говоря, деньги не переводятся, то вам, собственно, можно как бы расслабиться. Но в любом случае вопрос планирования трат в семье рыба-овен это вопрос всегда животрепещущий, важный и острый, потому что сами планеты вас будут пушить к немеренным тратам, непроизвольной потери сумм. Вчера было, потом кинулись, а что мы накупили, что у нас опять денег нет и так далее. Поэтому в данном случае это такая тонкость, которая является причиной постоянной недостаточности денег. Раз, постоянного выяснения отношений. Два. Поэтому будьте благонадежны и эту сферу сделайте максимально для себя комфортной. Так что попланировать это не так плохо, дорогие мои друзья. Как раз захуже оставаться постоянно без единой копейки в кармане. Что касается личностных взаимоотношений, но совершенно понятно, что овен это человек энергичный, постоянно как бы пышущий идеями. Он для рыбы абсолютно, можно сказать, непоседливый и не очень уютный. На этой почве из-за разницы, собственно говоря, скоростей и восприятия жизни, умения в нее врываться, конечно же, в некоторой степени рыбы себя будут чувствовать постоянно в поражении, а вен их будет подстегивать и прочее, прочее, прочее. Но, в принципе, у овна есть золотое качество. Он знает, что в рыбах есть достаточное количество талантов, которые неизбежно надо развивать. И он будет все время рыбе указывать, ты способна в этом том-то, том-то, почему ты ничего не делаешь. Но рыба не всегда готова под кнутом быстро активизироваться и совершать какие-то действия. Поэтому эта семья будет изобиловать скандалами. Скандалы они найдут повод изобрести по любому поводу. А вен будет постоянно набрасываться на рыбы. Рыбы начнут чувствовать себя некомфортно, возможно, будут огрызаться, возможно, уйдут в себя. Все возможно. Но то, что эта семья будет постоянно в состоянии конфликта в большей степени, это можно гарантировать. И, в принципе, это уже лежит на поверхности соединения стихий. В некотором степени их для чего-то природа делает необыкновенно привлекательными друг для друга. И объединяет то ли в насмешку, то ли для того, чтобы люди научились работать над собой. То есть совершили подвиг по имени любви. Если вы встретились по любви, вам обязательно надо постараться изменить свою натуру. А вен должен перестать постоянно нападать на рыб и подваривать стихию воды, которая неизбежна, может просто этого не выдержать и уйти. У вас все в руках, дорогие мои друзья. Я глубоко убеждена, что если у человека дана голова, это не для того, чтобы шапку носить. Это же не манекен. Там внутри должны быть какие-то рождаться стратегические планы и пути по их разрешению. Поэтому брак – это работа. Хотите вы того или нет. Если вы думаете, что брак – это место и люди, где можно прийти и распоясаться, и вас должны терпеть только потому, что у вас уже есть штамп по паспорте, – это, как правило, путь к разводу. Поэтому вот эти психологические гороскопы нацелены на то, чтобы указать вам, где вы можете подскользнуться и попробовать эти острые углы обойти. Вот и все. Вот для чего это все нужно. Иначе для чего бы мы это все рассказывали? Кому бы это мы пропагандировали? Вно надо перестать наседать на рыбы постоянно, пушить их, к чему-то призывать, высекать из них огонь. Из них это не высечешь. Они могут устать. Поэтому все им надо делать компромиссно, в диалоге и дозированно. Так это гораздо более будет успешно. Рыбам надо иногда прислушиваться, собственно говоря, к овну, поскольку он пишет идеями, и не все идеи, собственно, глупые. Можно на чем-то опереться и что-то изменить в своей жизни. Тем более, что овен страдает больше всего от того, что рыбы закапывают в землю свой талант и его не реализовывают. Вот на это часто он будет говорить. У тебя есть вот к этому предрасположенность, отдавай же что-то и делай. Так что, в принципе, в этом тоже есть доля рационального зерна для самих рыб. Иногда им и нужно легкое дуновение под одно место для того, чтобы они начали швыриться. Из-за чего еще овен будет постоянно будоражить рыбы, заставляя их их действовать? Дело в том, что в этих отношениях изначально уже заложена ложь. Но ложь это не та, которую мы считаем изменой или низкой брыкнёй, которая, собственно говоря, потом портит отношения. Дело в том, что ложь здесь самообман. Люди смотрят друг на друга и не видят друг друга в истинном свете. Они видят образ, который они нарисовали по отношению друг к другу. Вот, например, рыба смотрит женщину на овна, и он ей кажется светлым рыцарем, защитником и прочим их точек. Она себе его придумала таким. И таким себя представляет, и такому человеку обращается, и с таким человеком живет. А этот рыцарь, оказывается, хам трамвайный и что-то такое еще. Не очень хороший человек, к примеру. Но рыбе этого не объяснишь. Она себе нарисовала образ. Аналогично идеализирует своего партнера и овен. А нарисовав мечту, ну если рыцарь, то рыба надеется, что он будет всех защищать, охранять и так далее. Потом удивляется. А почему он этого не делает? А потому что вы его придумали, дорогие мои друзья. Он к этому вовсе не предрасположен. Вот так же и овен. Видя в рыбе таланты, если, например, рыба написала два рассказа за всю свою жизнь домашним способом, то овен уже считает, что это писатель с большой руки. И начинает говорить, почему ты не издаешься, почему ты не пишешь. А так и все. Талант иссяк на двух рассказах. Но овен этого тоже не понимает. Для чего я такие привожу примеры? Для того, чтобы вы понимали, что надо человека видеть таким, какой он и есть, и не требовать от него больше, чем он может дать. Но напоминаю, вот это умение пропустить истинного человека и жить с придуманным образом в этой семье почему-то практикуется очень здорово. То есть друг от друга ждут больше, чем могут дать. От этого потом начинается разочарование. Рыба разочарована в овне, оказывается, он не такой герой, и не такой защитник, и не такой рыцарь. И вообще латы уже не сверкает, и вообще их нет, оказывается. Аналогично разочарованы овны в рыбах. Обещали много, вроде бы все есть, а нифига не сделал, ничего не успел, ни к чему не пришел, пустой орех, и начинается оскорбление и унижение. Дорогие мои друзья, я вам очень посоветую не ставить планку слишком высоко для своего партнера. Посмотрите на него внимательно, без тех фантазий, которые вы влагаете в этот процесс, без тех надежд, которые вы полагаете на этого человека. Быть может, он просто этого не может выполнить, и все. Поэтому вот этот ужас, который по выяснению отношений, что ты оказался не тем, за кого я тебя принимал, прежде всего конфликт лежит внутри восприятия самого человека. Он слишком много ждал от своего партнера. Вообще было бы странно, вот я вам сказала, что встречи, например, овна и рыбы, это в некотором смысле ошибка природы. Но все, что противоположно, все, что не познано, все, что, собственно говоря, не похоже на тебя, в некотором смысле привлекает. Вот по этому принципу, конечно же, овны привлечены к рыбам. В их отношениях к рыбам существует азарт, здоровый интерес. Им, в принципе, интересно с этим человеком раскусить его, познать. Он для них таинственный, непонятный, но совершенно другой. И неудивительно, это человек как с другой планеты. Есть планета огня, а есть планета воды. Но как они, собственно говоря, встретились где-то в промежутках, у них разная сущность, разные взгляды на вещи. Но из-за того, что вот на них, как говорится, амур не туда стрелок пустил, как говорится, в них возникли чувства. Ну, представляете, как им достаточно сложно смотреть на одни и те же вещи, видеть одно и то же. Но, тем не менее, овен необыкновенно настроен познать тайну рыб. Вот, делает это все с великим, так сказать, увлечением, можно сказать, с чувством влюбленности. И вот почему, собственно говоря, овны не избегают рыб, когда им природа подкидывает вот этот момент для общения, для любви. Им этот знак необыкновенно привлекательен. Но по исходу я могу сказать, что, дорогие мои друзья, получается союз только у избранных. Вот. Получается, что вы встречаетесь с надеждой прожить долгую жизнь, но многие не проходят этот путь. Поэтому я бы посоветовала этот союз для зрелых людей, у которых, например, уже позади несколько браков, которые уже поняли, что брак – это трудный путь к самосовершенствованию и познанию своего партнера. Вот для тех, кто уже обжегся на предшествующем браке, этот союз необыкновенно хорош. Они уже готовы к диалогу, они уже готовы, в принципе, к общению. А для молодых, вот этих вот горячих юношеских сердец, боюсь, что вы просто не сумеете договориться между собой. Потому что это будет достаточно сложно сделать. Это нужно прислушаться друг к другу и меняться самому. Стать средним чем-то между своими стихиями, чтобы создать вот этот теплый очаг, теплый источник, возле которого все будет хорошо и тепло. Поэтому союз между зрелыми людьми этот вполне успешен. А вот между теми, кто еще не зрел, тот, я думаю, просто понабивает шишки, и на том и вся любовь закончится. Если спросить потом у овна и рыб, кто считает себя более счастливым, считал, во всяком случае, в этом развалившемся союзе, кому там было хорошо. Овен будет вспоминать союз с сожалением. Ему было хорошо с рыбами. Но цена взаимоотношений для рыб слишком высокая. В некотором смысле, если бы рыбы понимали, что овен приходит взбудоражить их, немножечко настроить, не подпитать энергией, вытащить из их тихого омута, то они были бы ему благодарны. Но именно в той степени, насколько овен был напорист, агрессивен, как он себя вел, как слон посудной лавки, или это делал с добром, дружбой и прочим. Поэтому в данном случае все-таки рыбы несчастливы со внами, которые не могут дозировать свое влияние на их персону. Поэтому вот вам примерная модель этих отношений. Как они будут развиваться? Вы можете идти строго по сценарию, который вам предусмотрели звезды, или сделать выводы и изгармонизировать свои отношения. Все остальное в ваших руках. Я могу только констатировать факты и теоретически выносить их в эфир. Все остальное придется сделать вам, дорогие мои овны и рыбы. Следующая пара, о которой мы поговорим, это пара между рыбой и тельцом. Казалось бы, соединяются две совершенно тоже не схожие стихии. Это стихия воды и земли, но тем не менее один из самых прекрасных союзов. Я вам очень рекомендую, дорогие рыбы, если вы еще находитесь в состоянии поиска своих партнеров, не проходите мимо тельца, присмотритесь к ним поближе. Мы сейчас постараемся этот союз разложить по полочкам более продуктивно, чтобы вам было понятно, но залог успеха лежит уже в следующем. Если вы внимательно следили за моими рассказами и гороскопами, то я стихиям уделяю огромное значение, потому что практика показывает, что именно стихии прежде всего ложатся в основе партнерских отношений, хотите вы того или нет. И самое главное, что если, конечно, взаимоотношения идут с перебором, то есть один из партнеров, например, та же самая земля, к примеру, телец, давлеет над рыбами водой, то давайте представлять себе, вы водоем, у вас есть эта вода, и вы решили его засыпать. Рано или поздно вы это успешно сделаете, от воды не останется ничего. Поэтому между партнерами всегда должна гармония быть и взаимопонимание. Если кто-то начинает активно, лидерским способом прокачивать свои взаимоотношения, он потихонечку уничтожает сущность своего партнера. Но Бог так, собственно, решил, и планеты не препятствовали тому, что телец и рыба все-таки умеют друг с другом договориться. Как бы говорится во имя любви, они стараются друг друга не подавлять. Как вода на них не заливает нашу землю, так и земля не засыпает в воду. Иными словами, они всегда умеют договориться. Для чего они вообще соединяются в одно единое целое? Это судьба. Рыбам не хватает практицизма. Рыбы слишком идеализируют мир, слишком уходят в мир фантазий. Это, с одной стороны, неплохо. Они, пребывая там в виртуальном мире, иногда выхватывают очень интересные идеи. Но практицизма и реализации этих идей у них духу не хватает. Вот для этого к ним приходит знак земли. Он учит их планирование, дисциплине и практицизму, которого в рыбах недостаточно. Если правильно построить отношения, вы получите друг от друга то, чего вам не дано от природы. Телец станет более веселым, более энергичным, более подвижным. Это будет влияние рыб. А рыбы станут более практичными. Это будет влияние тельца. Как теперь понять, как соединиться так, чтобы друг другу было комфортно и получить то, о чем мы говорили? Вот этому и подсветим мы в последующий наш рассказ. Надо заметить, что рыбы и тельцы при встрече друг с другом не сопротивляются приятному влиянию планет друг на друга и нередкость между ними и супружеские пары, которые могут подхвалиться длительным счастливым союзом. И честь им и хвала. В основном, для тех, кто уже давно живет в этом союзе, могу просто поздравить, а тех, кто подыскивает партнера, еще раз напоминаю, не проходите мимо друг друга. Вы созданы для этого. И ваши планеты очень гармонично соединяются друг с другом. Венера и Непту. Надо только понимать, на чем все-таки будут завязываться ваши отношения. Для этого надо знать, на какой из секторов городской порыв приходится наш тюлец. Тюлец приходится на сетках, которые отвечают за родственников, за короткие поездки. То бишь, начнем разбираться. Ваш дом будет всегда полная чаша. Почему я так говорю? Потому что родственники, оно же семья, семейные узы, очень прочно возникнут и между вами, дорогие мои рыбательцы. Вам захочется жить в красивом доме. И в частности, этим захворает не тюльцы, которые с этим рождаются, а именно рыбы. Им захочется жить роскошно, богато, иметь свой дом, иметь престижную машину. То есть, они заинтересуются всеми теми вопросами, которые, может быть, собственно говоря, в глубине души их навещали, но практического выполнения не имели. Так вот, вместе с тюльцом все это может появиться и будет доставлять удовольствие. То есть, заниматься домашними делами обоюдно, это тоже будет вам очень нравиться и очень будет вас стимулировать. А поскольку вы в разрез в этом плане друг к другу не идете и вас начинает интересовать одно и то же, то, как говорится, споров и скандалы в вашем доме особо возникать не будет. Что еще привносит, дорогие мои друзья, понятие родственники? Вот здесь несколько будет подпорчена ваша история. Поскольку родственники по личному своему разумению, братья, сестры, бабушки, дедушки и прочий народец ваш, так сказать, домашний, почему-то периодически будут вмешиваться в ваши отношения, пытаться ими руководить, выискивать никакие-то недовольства и недостатки. Поэтому сразу обращаю на это внимание. Это возможно, это связано с тем, что так складываются ваши гороскопы. попытайтесь сразу, пожалуйста, своих родственников держать на расстоянии или сказать, что эта тема не является темой для обсуждения. Ведь вам двоим жить, собственно говоря, а ваши родственники будут просто врываться в вашу жизнь. Поэтому либо живите от них подальше, либо сразу расставьте приоритеты, что эта тема никогда не обсуждается. Вы взрослые люди, вы сами в состоянии разобраться в своих отношениях. И еще есть один момент, иногда один из партнеров в союзе, имея очень тесные семейные узы со своими родственниками, начинает прислушиваться к их советам. Так вот, я вам не посоветую портить свой союз или слушать чье-то субъективное мнение в ущерб вашим отношениям. Если вам моего слова достаточно, что вы созданы друг для друга, то все советы родственников должны быть отставлены на 145 место, где им, собственно говоря, и лежать личной пылью, покрываться. Это не тема для обсуждения. Любите друг друга и будьте счастливы. В некоторой степени про кельца говорят, что он вот такой заскорозовый, тяжело поднимающийся, упрямый и прочий. Но с рыбами все эти недостатки, которые ярко проявляются с другими представителями знака зодиака, у кельца отсутствуют. В их доме царит веселье и юмор. Они как-то легко друг к другу договариваются и все делается это еще с улыбкой. У рыб достаточно сложный и мало кому понятный юмор. Но телец как раз его понимает в полной мере, поскольку он сам сторонник несколько грубоватого, неотесанного юмора, поэтому, в принципе, все их замечания и веселые шутки, несколько топорные анекдоты их не раздражают и веселят. Но это дело каждого внутри семьи. Если им друг другу хорошо, а им хорошо, то, в принципе, честь им и хвала. Напоминаю, что телец корректно будет рыбам намекать на то, как правильно подойти к вопросам бизнеса, дела, решить ту или иную проблему. Во всяком случае, конфликтов в этой семье будет не так, чтобы и много. И если вам, дорогие мои друзья, по каким-то причинам все-таки конфликт назревает или пошутите, как вы обычно это делаете, либо отправляйтесь в спальню, куда я рекомендую ходить каждый раз, когда в доме затевается скандал. Какой еще плюс рыбам от присутствия тельца? Дело в том, что рыбы достаточно осторожны и как бы остерегаются бурно-кипящей жизни. Почему они еще иногда часто пребывают в своих мечтаниях? потому что не решаются, боятся не распределить свои силы, что у них ничего не получится. Но вот именно влияние тельца на них непроизвольно делает рыб более открытым. Они решаются на такие вопросы, на которые раньше бы никогда не решились. Просто тельце внушает необыкновенное чувство стабильности. Эта стабильность настолько серьезно проникает в мозг рыб, что они делаются более отчаянными, более решительными. И это еще один великий плюс наших собственно рыб в присутствии тельца. А попробуйте когда-нибудь рыбе, которая живет с тельцом, сказать, что ваш телец такой узколобый и тяжелый на подъем. Он говорит, да вы что? Да вы вообще понимаете, что вы говорите? Он такой милый, он такой нежный, он такой веселый, он такой приятный во всех отношениях человек и еще после этого цепится вам в волосе за то, что вы оскорбили его тельца. Действительно телец присутствует рыб и становится таким вот милым, веселым и так далее. Я с большим удовольствием рассказываю про эту пару. Если телец рыба по каким-то причинам испустили свое взаимоотношение, они просто преступники. Это одна из самых гармоничнейших пар, которыми можно действительно рассматривать как идеал и как образец для подражания. У рыб зачастую есть еще одна особенность, когда они вне тельца, так сказать, другими знаками зодиака. Они стараются жить одним днем и не заглядывать в будущее, потому что будущее не предвещает ничего хорошего. А телец, который внушает чувство стабильности, заставляет их жить на перспективу. И это еще одна приятная особенность. Рыбы уже не боятся завтрашнего дня, они уверены в том, что у них там все будет хорошо, они свободно выходят в мир, не боясь никаких катаклизмов. Что бы ни произошло, рыбы знают, что дома их ждет уют, надежное плечо тельца, им ничего не страшного. Вот, собственно говоря, какие мысли посвящают, есть свобода, есть уверенность в завтрашнем дне. Это и есть в принципе понятие счастья. Тебе ничего не надо остерегаться, все, что люди боятся, тебе не страшно, потому что рядом с тобой надежный партнер. Благодаря вот этому чувству безопасности и надежности рыбы не только становятся перспективными в заработках, они еще невероятным образом притягивают начинать к себе людей. И как правило людей, которые помогают и в бизнесе, и в делах, у них много знакомых, и эти знакомые считают рыб необыкновенно приятным во всех отношениях, уверенным в себе к человеку. А всю эту уверенность им приносит телец. Дорогие мои друзья, на этой ноте можно эту пару оставить в счастливом пребывании, пожелать им приумножения этого счастья, которое выше всяких похвал. Следующая пара, о которой мы поговорим, это пара рыбы-близнецы. В некоторой степени тоже люди привлекают друг друга, и быть может, им в некоторой степени тоже и легко, но, как правило, эти браки заканчиваются со знаком минус. И все это связано с тем, что рыбы слишком перенасыщены близнецами. Такое кипучее движение, которое вокруг них организовывают близнецы, они просто не выдерживают. Тысяча проектов, тысяча мыслей, все начато, ничего не доделано. Хаос, выяснение отношений, бесконечные споры, бесконечного суета. Такое ощущение, что рядом живет какая-то сущность, которая завихряет вокруг жизни. это так жить невозможно. Вот какое примерное ощущение испытывает рыба от близнеца. Вначале в конфетно-букетном периоде все выглядит достаточно прилично. Вот этот хаос, который потом возникает, приходит со временем. Тогда, когда надо заниматься практичными делами, когда надо зарабатывать, строить бюджет, воспитывать детей. Вот тут и начинается эта пара серьезной трени. почему так много трений возникает между близнецами и рыбами, надо понимать, прежде всего опираясь на то, на какой сектор приходится близнецы в гороскопе наших рыб. Этот сектор отвечает за проекты и за безопасность в будущем. Вот эти темы постоянно будут муссироваться в этой семье. То есть все копья будут преломлены, как мы будем зарабатывать, как мы будем складывать на старость, как это будет выглядеть. Предложение будет со стороны близнеца сумасшедшее количество. Но рыбы тоже великие фантазеры, поэтому есть глубокое предчувствие, что эти вдвое будут бесконечно фантазировать, строить проекты и идти по ложному пути. Дорогие мои друзья, договариваясь между собой по любому поводу, от самого мелкого бытового до глобального на будущую перспективу, о которой вы оба печетесь, вы должны понимать, что не все ваши проекты жизнеспособны. Более здравый из вас, тот, кто готов взять на себя эту миссию, должен разбираться, что нужно реализовывать, что не нужно, и после того, как будет утверждено, что эта идея является приоритетом, больше не сотрясать воздух и не выводить ситуацию в сторону, в погоне за новым вариантом, а может быть сделаем так. Решили, делайте. Потому что в данном случае очень много сил потратится в спорах, как делать, что делать, нужно это. Как только один из членов сообщества начинает предлагать свою идею, второй пытается навстречу свое прокачать. И вот вы сидите и припираетесь, а делать кто будет что-либо. Вам же действительно нужно думать на перспективу. И вы оба понимаете, что никто из вас не готов взять ответственность за то будущее, о котором вы переживаете. Поэтому вы постоянно в напряжении. Вам нужен партнер каждому из вас, который возьмет на себя обязательство выполнять вашу идею, а вы два идеолога. Поэтому споры, конфликты, выяснение отношения, давление, ну, начинай, занимайся, что ты сидишь, мы уже все решили, а ты сидишь. А он тебе будет говорить, а ты что сидишь? И так далее, и тому подобное. Понимаете, когда два философа-идеолога пытаются назначить друг друга в практические деятели, это, к сожалению, кроме скандала ничего не вызывает. поэтому на пустопорожные разговоры в этой семье, на обиды, на непонимание и уходит практически все время отведенное людям для счастья. Вот почему этот брак в принципе заканчивается со знаком минус, потому что рано или поздно эти постоянные трения и выяснения начинают люди разводить в стороны. Появляется непонимание, пропасть целая. И эту пропасть уже никто не в силах собственно перепрыгнуть, потому что понимает, что это бессмысленно. А для чего? Все равно будет все точно так же, как и было до этого. Приходит усталость, а за усталостью приходит развод. Ну попробуем все равно еще попробовать копнуть, может вы еще что-то там для себя рационального извлечете, чтобы попытаться это спасти. Характеристика для этой пары будет достаточно короткой. Могу только сказать, что в некоторой степени близнецы для рыб хороши тем, что они расширяют кругозор рыб. То есть подкидывая новые идеи в тех сферах, где еще рыбы не были, они как бы тешат любопытство рыб и тем самым стимулируют их к обеспечению жизни. То есть в любом случае если разобраться в этой паре кто же будет зарабатывать, близнецы надеются, что это будут рыбы. И рыбам придется достаточно серьезно выкладываться в этом смысле. Это единственное. И дорогие мои друзья, в вашей паре показана одна единственная история. Вы должны строго договориться между собой, кто будет выполнять ваши планы. Если вы договоритесь, вы наконец-то из хаоса пойдете я желаю, чтобы эта пара превратилась в партнерскую пару. И желаю благоразумия близнецам, которые могут вполне помогать рыбам спокойно взяться за реализацию этих планов, которые они взяли. И попытаться все-таки идти в одном направлении, помогая друг другу плечо Если же близнецы будут все время выказывать неудовольствие рыбами, говорить, что они недостаточно работают, недостаточно прозорливы, недостаточно умны, в общем, никуда не годятся, то этот брак обречен на неуспех, как обычно и бывает между рыбами и близнецами. Дорогие мои друзья, я вам сейчас даю короткие характеристики. У нас еще впереди зима. Я сделаю более глубокий анализ для каждого человека, для каждого знака зодиака. Постараемся максимально вас приблизить к счастью, даже там, где оно вам звездами не обещано. Но здесь в этой характеристике могу сказать, что близнецы рыбы договориться между собой редко могут в конце концов, устают и расходятся. Если у вас есть счастливые истории из этой жизни, прошу опять же отражать в комментариях ваши комментарии это и есть в принципе последний аккорд в моей песне. Потому что очень неважно выглядит теория, если нету практики, которую вы излагаете в своих комментариях. Следующая пара, о которой мы поговорим, это пара между раком и рыбой. Дело в том, что как будут складываться ваши отношения, вы поймете на заре ваших знакомств. Почему я так говорю? У рака и рыбы есть либо шанс прожить долгую счастливую жизнь, либо расстаться сразу на практически одном из первых свиданий. Так вот, если вы, ваши отношения уже имеют некий срок, у вас есть точный шанс прожить долгую счастливую жизнь. Если вы продержались и уже притерлись друг друга, даже если вы еще не в брачных узах, а долго дружите или встречаетесь, то, собственно говоря, советую вам тогда обязательно задуматься о браке. Это значит, что вам природа отпустила хороший исход ваших отношений, и вы будете достаточно счастливы друг с другом. Для таких пар прогноз между знаками рака и рыбы со знаком плюс. Поэтому давайте разберемся повнимательнее в этих отношениях, что нам друг от друга ждать. Знак рака для рыб один из самых притягательных сексуальных партнеров. И в данном случае на этой сексуальной почве безусловно возникает острое желание не расставаться с этим человеком, появляется творческий прилив сил, хочется зарабатывать, хочется удивить мир, хочется что-то показать необыкновенное, то есть возвеличиться в глазах партнера рыбок, то есть творческое начало в рыбах начинает бить ключом. Это очень важно, потому что рыбам всегда для того, чтобы действовать, нужен какой-то стимул. В данном случае любовь становится хорошим двигателем прогресса. И поскольку знак рыб необыкновенно в рака влюблен, ему хочется для своего партнера свернуть в горы. Поэтому для рыб очень важно не пропустить рака со своего горизонта. Очень советую вам внимательно посмотреть ваш творческий и продуктивный потенциал, явно от этого выиграть. невзирая на то, что оба знака камерные закрыты, в соединении друг с другом, они делаются более открытыми, более расположенными к выходу в общество. То есть они раскрепощаются друг с другом. Это тоже очень здорово. Потом надо посмотреть, какие планеты соединяются. Нептун и Луна привносят в отношении этих двоих романтику. То есть они могут смотреть на Луну оба, наслаждаться общением друг с другом. Им необыкновенно приятно друг с другом. В жизни возникает много приятных перемен, что тоже немаловажно. Поэтому в данном случае такие энергии пропускать нельзя. Романтическая любовь это тоже великий подарок судьбы. И вот между знаком рака и знаком рыбы эта любовь вполне возможна. Она доставляет обоим удовольствие. так что почему бы нет. Присутствие рака рыбы становится необыкновенно популярной в обществе. Приобретает большое количество друзей и подруг. И это один из негативных вариантов соединения планет наших знаков рака и рыбы. Огромное количество посторонних людей вмешивается в судьбу этой семьи. Это просто злой рок. Всем есть дело до отношения этих двоих всех обсуждать. Все лезут, все подзуживают, все дают советы. Но здесь уже не близкие родственники, как с другими знаками зодиака, а тут уже стараются сказать друзья, подруги и прочие доброходы, которые всегда знают больше, чем эти двое. Вот это все дело надо отметать, поскольку оно достаточно серьезно будет отягчать отношения. Мало ли, рыба весьма внушаема. Если вовремя или не вовремя вложите в голову какую-нибудь глупость, возможно она может зацепиться. Поэтому заведите себя за правило. Все, что происходит у вас в семье, касается только вас двоих. И никаких советов со стороны, просьбы не слушать и не принимать, поскольку это может испортить ваше взаимодействие. Еще есть один момент, о котором я не могу умолчать. Дело в том, что соединение ваших планет дает не только романтические чувства, которые между вами возникают. У вас повышается эмоциональный фон при разговоре друг с другом. То есть эмоции бьют через край. Нельзя и не положить. То есть если у вас возникают какие-то выяснения отношений, они происходят достаточно бурно, с накалом страстей, с выкриками, с истериками, это как раз свойство ваших планет и вашего неустойчивого эмоционального фона. Если хотите его нормализовать, принимайте оба валерья и прекратите истерить по любому поводу. Поверьте мне, вам иногда настолько будут надоедать ваши такие крикливые выяснения отношений, что будет преследовать постоянно мысль о том, что все, вы расстаетесь, вы даже будете друг к другу каждый день говорить, все, мне надоело, мы расстаемся. И причем вот эту всю фразу вы будете повторять 20 лет. Каждый день у вас будет чувство, что вы устали и вы расстаетесь, но вы так и не расстанетесь друг с другом. Поэтому, дорогие мои друзья, вот если это уже возможно, если вы уже этим заняты, прекратите пожалуйста, вам друг без друга будет хуже, чем вместе. Надо просто поменять модель отношений, перестаньте постоянно высекать искры друг из друга, попробуйте вернуться к тем романтическим чувствам, которые у вас были, которые у вас сохранены, вы просто про них забудете. То есть, попробуйте переадресоваться, отправляйтесь в какие-нибудь поездки, будьте на природе, выходите гулять по ночам, к луне, которая вас успокаивает, делает вас более какими-то расслабленными, чем-то другим займитесь, заведите какое-нибудь хобби в конце концов, займитесь чем-нибудь важным, перестаньте постоянно цепляться друг к другу. Я понимаю, что, собственно говоря, раку необходимо, чтобы его постоянно согревали любовью, говорили ему об этом. Рыбы, пожалуйста, у вас не подчаток края работы, то есть, переквалифицируйтесь, займитесь домашними делами, воспитывайте детей, не преломляйте постоянно копья по-пустому. И помните, что ваше обещание друг другу, что это последний день вашей жизни, как правило, это просто волынка, которая никогда не произойдет. Вы все равно будете жить друг с другом, только не портите эту счастливую для вас жизнь, которую вам приготовили звезды. Вы просто пошли по неправильному пути. постановитесь и думайте о хорошем. Для того, чтобы спасти возможно треснувшие отношения, у вас, дорогие мои друзья, есть возможности все. Вы можете заняться дома. Каждому из вас, особенно, когда вы уже попробовали жить вместе, понятие дом очень важно. Вы же понимаете, что где бы что бы ни происходило, у вас есть место, куда вы можете прийти. Поэтому обустройство дома, улучшение его. Это одно из занятий, которым вы можете, собственно говоря, заняться и перестать друг друга допекать. Еще дело в том, что рак приходится в сектор рыб, отвечающий за крупные проекты. Поэтому вы можете вполне опереться еще на какое-то семейное дело. Вы уже обопрётесь на свои интересы, на то, в чем вы способны. устроите совместный семейный проект. Откройте маленькую фирму какую-нибудь, магазинчик. Ну, обдумайте, что бы вы там, где вы себя чувствуете более-менее комфортно, в чем вы разбираетесь, на то и обобретесь. Это семейное дело тоже вам поможет. Как вариант. Потому что, если рак в вашей жизни отвечает за проекты «Дорогие рыбы», то его влияние здесь позитивное, надо использовать. И заодно, когда вы будете иметь семейное дело, то вам некогда будет переломлять по-пустому свои копии, вы займетесь делом и даже достигнете финансовых успехов. Поэтому попробуйте таким образом решить свои трения в семье. И негативную энергию превратить в позитивную. Может, это вам поможет. Ваша планета в гороскопе расположена таким образом, что мысли о женитьбе у вас возникнут сами с собой. Я очень приветствую это решение. И рыбы должны идти добровольно в этот союз. Ничего там страшного не ожидает, кроме позитивного. Поэтому, дорогие мои друзья, да и рак в силу своих обстоятельств гражданские отношения переносит достаточно сложно. Есть два знака зодиака, которые вообще себя не видят в гражданских отношениях. Это рак и скорпион, которые являются тождественными друг к другу сущностями, только одна более агрессивная, а вторая скрытая, ушедшая в себя. Но по существу вопрос, это портрет спереди и сзади одного человека. Поэтому в данном случае рыбы, которые оттягивают момент женитьбы, должны поторопить булки, потому что в данном случае, извините, можете прошляпить свою судьбу, потому что раки в глубине души, даже если молчать, надеются, что этот союз будет официальный, который им добавит статуса, уважения к себе и уверенности в своем семейном счастье. Так что вот этот момент тоже не тихит. И напоследок, как еще один скрепляющий ваш союз вариант, это конечно наличие детей. Рак необыкновенно настроен на детей, он о них мечтает, поэтому с появлением ребенка ваши отношения еще будут более стабильными и вы перестанете там по-пустому тратить свои силы и здоровье. Ну что ж, дорогие мои друзья, я вам подсказала варианты воспасения, если вы там начинаете мудрить по поводу того, что вы встретились не с тем человеком, посмотрите на него внимательнее. Рак станет в присутствии рыб более веселым, открытым, жизнерадостным, ему это тоже нужно, и рыбы ему в этом помогут. Рыбы при помощи рака осуществят все свои мечты и проекты, займутся домом, воспитанием детей. Вам природа предусмотрено семейное счастье. Если вы его пытаетесь сейчас разрушить, думая, что вы совершили ошибку, остановитесь, переосмыслите свои планы. Это один из позитивных браков для вас, поэтому не торопитесь его ломать. Первая четверка знаков зодиака и их совместимости со знаками рыб закончена. Если вы не попали в эту четверку, вас ждет следующее видео. Не забудьте туда заглянуть. И напоминаю, что плейлисты с целым калейдоскопом гороскопа вашего знака вас уже ожидают. Можете навестить, посмотреть. Вам, я думаю, там много станет ясно. С вами была Елена.